Михаил Барышников. История невозвращения. Однажды Иосифа Бродского, близкого друга Михаила Барышникова, спросили, а если бы танцор не покинул родину? Тот, не раздумывая, ответил, спился бы. Он знал, что уедет. Когда к Барышникову в гости в Ленинград приехал из Риги педагог Юрий Скопрались, Михаил как-то особенно вдохновенно показывал ему улочки. Водил по театрам, звал обедать в местные кафешки. А когда тот уезжал, обнял его крепко-крепко, словно сомневаясь, что они встретятся вновь. Через месяц Скопрались получил известие. Миша больше не живет в Ленинграде. И вообще в Советском Союзе больше не живет. Тело дрожало так, что с трудом удавалось удерживать партнершу. На лице выступил холодный пот. Ноги подкашивались, отказываясь выполнять очередное «па». В голове стучало «Сегодня». «Сегодня». Все было продумано до мелочей. В 1974 году советская балетная труппа находилась на гастролях в Канаде. В ее составе знаменитый солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Михаил Барышников. Завтра артисты отправлялись домой. Но Михаил знал, он в СССР не вернется. В его вещах лежали подписанные им бумаги, в которых артист просил политического убежища. После заключительного спектакля в Торонто он должен был сесть в автомобиль, где его уже ждали друзья. Но все пошло не так. Спектакль задержали. На выходе артиста встретили сотрудники КГБ и предложили сопроводить названный ужин. Здесь же суетились поклонники, жаждавшие получить автограф. Барышников нервно чиркал что-то на очередной бумажке, улыбаясь невпопадой вдруг. Простите, я отойду на точку. Шаг, второй, третий. А потом бежать, не оглядываясь. И не обращая внимания на крики. Вы куда? Михаил был так взвинчен, что чуть не пронесся мимо машины с приятелями. Запрыгал на нее уже на ходу. Долго и нервно хохотал, глядя на дорогу впереди. А ночью напился до беспамятства. Хотелось заглушить чем-то эту боль от принятого решения. Ностальгию, которая уже рвалась изнутри, но которую он мог позволить себе лишь однажды, в этот вечер. Потому что знал, дальше его ждет новая жизнь, в которой не будет места разочарования. А дома в просторной квартире на углу мойки и улицы Дзержинского, ныне Гороховая, остались вещи, воспоминания. У близких друзей любимый пудель Фома, который еще долго будет бросаться к дверям при каждом звонке, надеясь, что вернулся хозяин. Приятели, с которыми уже не посидеть за столом, обсуждая последние новости. Но оно того стоило. Барышников не мог больше оставаться в рамках тесного репертуара театра, куда с большими надеждами пришел он из Рижского хореографического училища. Роли теперь казались ему пресными. Не было возможности проявить себя, тяготило общение с авторитарным балетмейстером Константином Сергеевым. Несмотря на подаренную ему квартиру в центре и хорошую зарплату, на которую он смог купить свою первую Волгу, Михаил был недоволен заработками. Считал, что талант должен оплачиваться щедрее. Да и свои первые зарубежные гастроли в Лондоне в 70-м году никак не мог забыть. Сколько свободы для самовыражения у заграничных танцоров? Последней каплей стало предложение друга Александра Минца перейти в американский театр балета. А почему бы и нет? Тебе уже 26, говорил себе Барышников. А время безжалостно. Но лишь вступив на американскую землю, он понял, что принял верное решение. Всего через месяц после эмиграции 27 июля 1974 года Барышникова и его партнершу Наталью Макарову приветствовали на сцене Нью-Йоркской Метрополитен-опера в балете «Жизель». В тот вечер зрители вызывали их на бис целых 24 раза. Зал кричал «Браво, Миша!» Не Барышников, не Майкл, а Миша как будто по-приятельски. Танцор был растроган. Тем временем на родине Барышникова нарекли невозвращенцем. Лишили гордого звания советский человек, а заодно и гражданство. Но ему уже было все равно. Каждый вечер Михаил отправлялся в новое для себя место. То на бродвейский мюзикл, то на художественную выставку. Ему казалось, что к искусству здесь, в Америке, относятся как-то иначе. С большим трепетом. Новые отношения пытался сформировать и сам, танцуя в американском театре балета как классику, так и современные постановки. Четыре года он был в нем премьером, а затем Барышникова пригласил себе знаменитый хореограф Джордж Баланчин. Его труппа «Нью-Йорк-сити балет» была так не похожа на тех артистов, которых Михаил видел ранее. Здесь пробовали что-то новое, свежее, без оглядки на стандарты. В Американский театр балета Барышников вернулся уже художественным руководителем. Сумел создать там собственную труппу, но сам все больше отдалялся от классического танца, привычной ленинградской школы, и в созданном в 90-м году танцевальном проекте «Белый дуб» все больше экспериментировал с современными танцами. Уже через несколько лет после эмиграции Барышников стал воплощением американской мечты. Он достиг головокружительного успеха, заводил романы с известными женщинами, чего стоит связь с Лайзой Миннелли, пусть и мимолетная. Актриса Джессика Лэнг в 81-м году родила от Барышникова дочь. У него большой дом с видом на Гудзон в пригороде Нью-Йорка, где танцор поселился со своей семьей, с женой Лизой и Райнхарт и тремя детьми. Вскоре появился и свой бизнес, который Михаил отделял от искусства. Он открыл в Нью-Йорке ресторан «Русский самовар», выпустил Владиколом Миша, начал шить одежду для танцоров под маркой Барышников. О России актер, конечно, не забыл. Фильм «Белые ночи» 1985 года, в котором он сыграл танцора Колю Родченкова, сразу сравнили с историей самого артиста. А его танец под песню Высоцкого «Кони привередливые» в одном из сцен оказался настолько пронзительным и говорящим, что у многих не осталось сомнений. Ностальгия есть, просто прячется где-то глубоко в его душе. Однажды Барышников вместе со своим другом Иосифом Бродским оказались в Швеции. Иосифу позвонил Анатолий Собчак и пригласил в Санкт-Петербург. До парома, который отходил в родной город, было рукой подать. Бродский то ли в шутку, то ли всерьез спросил у Михаила «Может, съездим, посмотрим одним глазком?» Тот лишь улыбнулся в ответ. Поэт понял, ничего не получится. В Америке Барышникова называют единственным русским, который добился такого небывалого успеха на Западе. А некоторые даже спрашивают, а русский ли он вообще? Сам Михаил не отрицает. Его дом там, где семья и дети, то есть в Америке. Тем более, он уже давно врос корнями в эту землю. Здесь находится его Центр искусств, открытый в 2005 году. Здесь его с удовольствием снимают в кино. Роль русского любовника Кэри Брэд Шоу в сериале «Секс в большом городе» пришлась ему особенно по душе. Здесь проходят его выставки. Артист давно увлекается фотографией и собирает собственные коллекции эскизов знаменитых мастеров. Почему он так упорно отказывается от гастролей в России, куда его уже много раз приглашали, отчего не хочет посмотреть, как изменился город на Неве, в любви к которому он не раз признавался? Может боится, что в груди защемит и возникнет то томительное чувство, которое бывает только когда ступаешь на родную землю?